В домашнем халате и лицом к стене обыск застал этого мужчину врасплох. Люди в масках и оперативные сотрудники ФСБ пришли за доказательствами. Это вы для себя пометки делали, да? Долго ты вдаешь? Ну, конечно, он умрел. Люди оставляют, потому что деньги. По всему дому десятки паспортов граждан Республики Армения. Документы они отдали своему земляку, чтобы тот помог встать на миграционный учет. Он дает возможность гостям продлить вояж в Россию от трех месяцев до года. Вот только для этого по закону необходимо устроиться на работу и подтвердить этот факт в миграционной службе официальным трудовым договором. Эти документы подозреваемы вместе со своим подельником и помогали оформлять. Нам стала известна схема незаконной легализации иностранцев, которая заключалась в подготовке и заключении фиктивных трудовых договоров, различных документов, которые в дальнейшем подавались в управление по вопросам миграции. Стоимость услуги для иностранцев составляла от 10 до 15 тысяч рублей. По версии следствия, один подыскивал через знакомых клиентов, второй проводил их через липовые юридические фирмы. Потом сам расписывался за клиентов и относил документы в управление по вопросам миграции. За пять месяцев по этой схеме прошли около 400 человек. Я приехал из Армении, чтобы устроиться на работу. Обращался с друзьям на трудовой договор. Они сделали, и оказалось, что они фальшивили. И я хочу вернуться в Армению. Я по знакомству хотела регистрацию сделать. Сделали. Но оказалось, что эта фирма не существует. И много ваших знакомых с такой ситуацией? Честно говоря, не знаю. Я первый раз столкнулась с этой. И, наверное, думаю, первый-последний раз будет. Теперь из-за проблем с миграционной службой срок нахождения в России для этой женщины будет сокращен. Она, как и еще 400 ее соотечественников, должна будет уехать на родину в Армению. А вот когда они вновь смогут вернуться в нашу страну, неизвестно. Иностранные граждане при наличии возможности легального нахождения на территории России обращаются к преступникам, платят немалые деньги и создают себе проблемы в будущем, начиная от выдворения и закрытия въезда, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Свою вину признал только один подозреваемый. Он дал показания и находится под подпиской о невыезде. А вот второй фигурант дела свою вину отрицает. Его взяли под арест сроком на два месяца. На задержанных следственным отделом у ФСБ России по Краснодарскому краю заведено уголовное дело. За организацию канала незаконной миграции им грозит до семи лет тюрьмы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.